Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня заместитель генерального прокурора России Андрей Кикать и глава республики провели мероприятие, цель которых подвести итоги совместной работы по обеспечению прав граждан и медработников в условиях распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии. Они снова встретились с представителями лечебных учреждений республики, оказывающих помощь больным коронавирусам и проинформировали о принятых мерах по их обращениям, которые они озвучивали в ходе предыдущей встречи. Так были усилены резервы средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медоборудование, увеличенные объемы тестирования. Детально рассмотрен механизм начисления и выплат, и надбавок. Часть вопросов правительство республики продолжит держать на контроле, так как их решения требуют определенного времени. Уже есть решение о том, что республика вошла в программу строительства новой инфекционной больницы, и до конца года будет сдано здание станции переливания крови. Медработники дали высокую оценку эффективности принятых мер и рассказали о текущей эпидемиологической обстановке в районах. Рашид Тимрезов и Андрей Кикоть поблагодарили всех за самоотверженный труд. И сегодня же Рашид Тимрезов совместно с заместителем генерального прокурора России Андреем Кикотьем провели совещание, в ходе которого подробно обсудили стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Было отмечено, что обратная связь с врачами, с конкретными лечебными учреждениями, а также результаты проверки прокуратуры в пиковый период нагрузки позволили получить целостную картину как локальных проблем, так и выявить наиболее острые системные вопросы. Результатом совместной конструктивной работы стали организационные управленческие решения в системе здравоохранения. С коронавирусом все столкнулись впервые, и в пиковый период нагрузки возникли объективные сложности. Комплекс предпринятых мер позволил нам стабилизировать ситуацию сейчас, свести к нулю случаи заболевания среди медицинских работников и не допустить роста заболеваемости на этапах снятия ограничений. Сейчас задача сохранить эту тенденцию и обеспечить готовность учреждений здравоохранения к осенне-зимнему периоду. В Черкесске до конца года будут построены и возведены в эксплуатацию сразу семь детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. За строительством нового жилья для маленьких новоселов на базе детского сада «Журавлик» вместе с народными избранниками от фракции «Единая Россия» проследила и Фатима Даурова. Современные нормы проектирования ясли предусматривают строительство зданий универсального типа, которые способны обеспечить основные потребности ребенка. Мониторинг качества проделанных работ в новом корпусе для малышей провели представители Министерства образования Республики и депутаты Народного собрания партии «Единая Россия». Детские садики, школы и все объекты, которые строятся, закреплены между депутатами. И вот в рамках одной из таких проверок мы смотрим вместе с министром образования, вот сегодня с заведующим отделом образования мы смотрим готовность объектов. По ходу делаются замечания подрядчикам, предложения по улучшению качества, которые, я не сомневаюсь, будут устранены. Нацпроект «Демография» предлагает различные меры содействия занятости женщин, которые воспитывают детей младше трех лет. Многие родители по разным причинам не имеют возможности находиться в декретном отпуске без ощутимого вреда для семейного бюджета. И программа перезапуска системы ясли дает возможность мамочкам вернуться к трудовой деятельности в кратчайшие сроки. Благодаря участию в данном проекте, в нашем субъекте появляются дополнительно 1020 мест для детей от полутора лет до трех лет. Конечно, это огромная помощь и огромное подспорье для наших мамочек, которые смогут досрочно из декретного отпуска выйти, оставить детей вот в таких замечательных дошкольных образовательных организациях, которые созданы именно для детей до трех лет. Мы сегодня проинспектировали совместно с партией «Единая Россия» готовность данных образовательных организаций. Мы посмотрели, насколько это современные, светлые, хорошо оборудованные дошкольные образовательные организации. И я думаю, мамы с полной ответственностью и безопасностью могут приводить сюда детей. Помещения совершенно нового корпуса, рассчитанного на 80 мест, еще пахнут свежей краской. Художественные решения проектировщика очень гармонично вписываются в архитектурный дизайн. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в новый корпус, это разноцветия ярких красок. Но с самым ярким местом получился коридор, стены которого разукрашены сказочными героями. Работники дошкольного учреждения сами с интересом ждут открытия яслей. Это новый виток в жизни нашего садика, говорит заведующая Алла Емщикова. Все сотрудники детского сада ждут с нетерпением, когда встретят малышей, самых маленьких воспитанников детского сада, в этом уютном, светлом здании. Каждая группа имеет огороженную детскую игровую площадку. Они почти полностью укомплектованы необходимыми элементами. В некоторых местах осталось только установить безопасное покрытие. До момента сдачи объекта, а это декабрь текущего года, наполнение мебелью и оборудованием будет стопроцентным. А с нового календарного года малыши уже станут полноправными хозяевами яслей. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4551. Из них 4097 выздоровели. Госпитализированы 76 человек. МЧС информирует сегодня до конца суток, а также 11-13 августа. Местами в республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 метра в секунду. На реках подъем уровней воды. Сейчас прогноз погоды. После мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 тепла. Днем плюс 26, плюс 31. Ночью в горах местами от 5 до 10. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 15, плюс 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Продолжаем выпуск. 5 августа прошел Международный день светофора. В рамках всероссийской акции «Безопасность детства» представители ОНФ республики напомнили о правилах дорожного движения. Они написали их на асфальте перед пешеходным переходом на зеленом острове Черкеска. Подробности у Али Баташева. По переходу только пешком. Возьми ребенка за руку, отвлекись от телефона. Эти и другие простые правила позволят сохранить здоровье и жизнь маленьких и взрослых пешеходов. Граффити о безопасности дорожного движения быстро заполняет пространство перед пешеходным переходом на зеленый остров Черкеска. Спецподготовки не требуется. Трафарет прикладывают к асфальту, наносится краска и надпись готова. Еще легче, если ты художник, как участница акции Асият Хубива. Так как я художник, вот недавно получила диплом, для меня легко, никаких проблем с этим не было. А что планируете продолжить? Конечно, это такие же мероприятия проводятся в 16 регионах нашей страны. Данная акция действительно актуальна в наше время. Почему? Потому что зачастую дети, особенно в каникулярный период, находятся без присмотра и часто подвержены всяким опасностям, в том числе и на дороге. Данная акция посвящена Дню светофора, проводится в Карачаево-Черкесии впервые. Эта акция проводится в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», которая проводится в Карачаево-Черкесской республике уже на протяжении трех лет, с 2018 года. В акции участвуют сотрудники молодежки ОНФ, правомочные по правам ребенка, полицейские управления образования республики. Все они призвали жителей Карачаева-Черкесии соблюдать правила дорожного движения. Алибаташев Алибастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Фотохудожник и путешественник из Санкт-Петербурга Федор Лошков стал победителем шестого фотоконкурса Российского географического общества «Самая красивая страна» в номинации «Живой архив» с работой озера Тубан-Лыкёль, которая расположена в Карачаево-Черкесии. Ганачхирское ущелье уникально не только живописной природой, но здесь есть и много интересных исторических фактов. А вот каких расскажет Алла Динаева. Живописное Ганачхирское ущелье между Тибирдой и Дамбаем. Монеты людей разнообразными пейзажами и увидевшие эту красоту один раз, обязательно сюда вернется снова. Здесь проходила древняя дорога. Нагромождение этих камней напоминают они и сегодня. Об интересных этих и других исторических фактах поведал нам житель Тибирды Алибек Аджиев. Этот путь, конечно, с незапамятных времен известен был со времен великого греческого историка Страбона, когда он описывает эту дорогу торговлю золотым руном. Это вымытое в наших чистых водах. Отсутствие солей благоприятствует мытью шерсти. Поэтому шерсть, добытая здесь, она ценилась на рынках Византии, Турции. Тогда это едино было. А в Греции, поэтому упоминания у историки находят об этом пути. Если взять ближе к нашим временам, то в 1876 году, во время русско-турецкой войны, эта дорога была актуальна, рассказывает Алибек Махмудович. А после победы русских войск над Батолбеем этот путь сыграл большую роль. Но тогда дорога была конновьючная, а необходимо была уже конноколесная. Взялись за постройку Суходольский и Даль. Они начали эту дорогу строить. И практически через 10 лет, на год раньше планированно, дорога была сдана. И князь Голицын, желая придать официальному открытию и приурочить это к названию военно-сухумская дорога, поручил Драгунскому полку перейти через Клухорский перевал. Что было и сделано. И с тех пор дорога получила название военная сухумская дорога. Этот путь в различные времена назывался по-разному. Остатки древней дороги четко видны и сейчас. Кое-где она переключается на уровень современной нынешней дороги. Но этот путь актуальным был всегда. В 1926 году 330 туристов впервые прошли через Гоночхирское ущелье. И этот перевал, что стало началом действия известного 43-го туристического маршрута, который назывался «Через горы к морю» и действовал в советское время. Завершается та древняя дорога с выходом вот на эту точку. Если брать геодезически, то та дорога потихонечку выходила на нет, где сделана вот сейчас нынешняя современная дорога. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали воспользоваться этой дорогой. Ну, немножко расширили, приспособили под себя немцы. Но так они и не воспользовались, конечно же, этой дорогой. Они были сброшены с перевала Кавказа уже 12 января 43-го года. Не осталось никого, кто бы мог о чем-то мечтать о переходе. А сейчас о Великой Отечественной войне в Гоночхирском ущелье напоминают две опорные стенки у дороги, возведенные в послевоенные годы. Уже военнопленные, в том виде, в котором мы сейчас видим, военнопленные дивизии «Эдельвейс», немецкие. В основном это были офицеры, и, надо сказать, к работе своей относились довольно честно. Угол наклона стенки рассчитан по инженерным расчетам. До сих пор ни одного камня из этой опоры не вывалилось. Как видите, прошло уже более 75 лет. Дорога в хорошем состоянии, а точнее ее опорные части. А завершили уже в 50-х годах, начало 50-х годах. Дело в том, что после того, как их немцев первыми обменяли, вернее, отправили отсюда, но до 50-49 года они работали. Далее этот путь ведет к Туманному озеру, а по дороге встречаешь гостей, приехавших из разных уголков страны, чтобы увидеть своими глазами это великолепие. Виды, замечательные виды здесь. Красота гор, рек, озера и лесов не оставляет никого равнодушным. Конечно, очень потрясающе даже, невозможно это описать словами. Мы много фотографируем, но ни одна фотография не передает всю красоту, которую ты видишь, очевидно, своими глазами. Хочется часами просто сидеть, любоваться, замерев, молча. Ну, вот, прямо сердце замирает, дыхание тоже учащается. В общем, очень все красиво и здорово. На высоте 1850 метров над уровнем моря расположено озеро Тубан-Лыкёль, что в переводе с карачевского означает «туманное» и часто оправдывает свое название. Вокруг него на вершинах гнездятся седые облака. Но нам повезло, и в этот день небо было чистым, погода чудесная. А с восхитительной природой художники пишут картины, поэты слагают стихи, воспевают красоту Гуначирского ущелья и в песнях. Аладинаева Али Бастанов. Вести Карачаева Черкесии. Гуначирское ущелье. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас фильм «Осиное гнездо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова